Время говорить. Здравствуйте. Как всегда, наш автор поделится с вами самыми интересными новостями, которые произошли в нашем городе. Коротко о главном. В Рязани прошла международная конференция Ассоциации детских больниц России. Работа с трудными подростками. Волонтеры Центра здоровой молодежи организовали для воспитанников школы-интерната настоящий квест. Сотрудники ГИБДД провели очередной рейд по профилактике безопасной перевозки детей. Теперь обо всем подробнее. По инициативе губернатора Олега Ковалева развитие здравоохранения определено в качестве приоритета социальной политики региона. И в течение ряда лет областной Минздрав активно занимается модернизацией отрасли. Оказанию медицинской помощи матери и ребенку уделяется особое внимание. В Рязани по этому вопросу прошел международный форум Ассоциации детских больниц страны. Подробнее в сюжете. В Рязанской области отмечено снижение смертности населения. Качественный скачок удалось сделать в том числе за счет снижения младенческой смертности в регионе. Она уменьшилась сразу на 30%. Об этом сегодня говорили на международной научно-практической конференции, которая проходит в Рязани. Участники конференции – главные врачи детских российских больниц. Обменяются опытом решения вопроса снижения младенческой смертности. Посетят Рязанскую областную клиническую детскую больницу и перинатальный центр. На церемонии открытия, прошедшей в Конгресс отели-форум, вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов отметил, что сейчас стоит задача сохранения положительной тенденции в регионе. Развитие здравоохранения было определено в качестве приоритета социальной политики региона. И в течение ряда лет мы активно занимаемся модернизацией отрасли. При этом особое внимание уделяем такому направлению, как оказание медицинской помощи может быть перед людям. В регионах работают комплексные бригады аудита качества оказания медицинской помощи детям. В Рязанской области такая работа проводилась три года назад. Также была дана оценка работе рязанских врачей. Ваши врачи работают хорошо. Смертность за последние... Я здесь вот третий раз за три года. И первый раз я была, потому что смертность была высока. Она снизилась на 30%. Сейчас это очень хорошее снижение. И здесь у меня только благодарность к вашим врачам и к вашим организаторам здравоохранения. В целом по стране детская и младенческая смертность составляет 7,4 на 1 тысячу родившихся живыми. В Рязанской области этот показатель составляет 6,1. К другим новостям. В нашем городе действует филиал фонда Центра здоровой молодежи. Основной род его деятельности – реабилитация и ресоциализация нарко- и алкоголизависимых людей. Но на этом работа Центра не заканчивается. Волонтеры ЦЗМ организовали для детей учеников Центра психолого-педагогического воспитания и коррекции «Настоящий квест» – «Коридор зависимости». Такое название мероприятию дали его организаторы. Более подробно в материале Марины Комиссаровой. В преддверии школьных летних каникул взрослые всегда стараются предостеречь детей от опасностей, которыми изобилует улица. В зоне особого риска оказываются девиантные подростки или, иными словами, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В Рязанской области уже несколько лет реализуется акция «Подросток», в рамках которой с ребятами из психолого-педагогических реабилитационных центров проводятся разъяснительные мероприятия. В этот раз дети не слушали лекции и не смотрели презентаций. Они играли. Мы ждали, что вы возьмете. Уходим отсюда. Они меня не уважают, что ты, братцы? Давайте валите отсюда, сказал-то вообще. Вы знаете, я просто помню, когда ко мне в школу приходили и рассказывали так очень сухо о том, что наркотики – это плохо, алкоголь – это плохо. И знаете, для меня это вот, побыстрее бы это закончилось. Сколько это будет длиться. И поэтому, проводя какие-то профилактические мероприятия, я поняла, что надо их сделать более динамичные, живые и внести в них жизни. Потому что говорить – это одно, а прожить и попробовать – это совсем другое. И поэтому решили написать такой проект. Суть сегодняшнего мероприятия, она, наверное, может быть сформирована буквально одной фразой. Нам нужно сформировать у детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, другое отношение к жизни. То есть эти дети достаточно много видели не очень хорошего, может быть, в жизни. Сегодня мы им показываем, как можно противопоставить нехорошую сторону жизни, нехорошей. То есть сегодняшний квест организуют управление наркоконтролю, управление образованием, Центр военно-патриотического воспитания. И здесь присутствуют, проводят его непосредственно волонтеры антинаркотического движения, волонтеры реабилитационного центра. Сотрудники разных ведомств много говорят о вредных привычках. Встречаются со школьниками, читают лекции. В рамках игры «Коридор зависимости» дети в буквальном смысле ощутили, что такое зависимость и как тяжело с ней бороться. Из комнаты счастья ребята попадают в комнату алкоголизма, наркотиков, одиночества. Пытаются вырваться из цепких объятий вредных привычек и, наконец, знакомятся с фотографиями тех, кто не смог побороть зависимость. Мы надеемся, что если хотя бы один из детей прожил, услышал и понял, что это не классно употреблять наркотики, плохая компания и сигареты, и то, что это приводит вот к такому помещению, к черным помещениям, потере здоровья и так далее, то, я думаю, мы победили сегодня. Это первое наше мероприятие, оно стартовало в Рязанском регионе, оно пойдет флэш-мобом по другим регионам России, мероприятие, уже проект пошел в Брянск, Сочи проект пойдет в Москву, он будет проводиться по школам, по детским лагерям, мы будем ездить с этим проектом. Организаторы утверждают, важно провести профилактические мероприятия, предотвратить проблему. Бороться с ней гораздо сложнее. Насколько эффективным станет именно такой режим проведения превентивных мероприятий, покажет время. Пока же, горящие глаза детей свидетельствуют об одном. Игра коридор зависимости никого не оставила равнодушным. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейды, направленные на профилактику безопасной перевозки юных пассажиров. Ведь именно эта категория детей чаще всего становится участниками дорожных происшествий, а их безопасность на дороге – дело первостепенной важности. 2 июня сотрудниками региональной госавтоинспекции проводилось профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», направленное на выявление нарушений водителями правил перевозки несовершеннолетних. Данное мероприятие в регионе проводится на регулярной основе в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Ведь данные категории детей чаще всего становятся участниками дорожных происшествий. Так, за пять месяцев текущего года на дорогах области переперевозки в личном автотранспорте погибли три ребенка в возрасте до пяти лет, один из которых перевозился без использования детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. Еще 56 несовершеннолетних пассажиров получили травмы. Дети-пассажиры составили 60% всех травмированных в ДТП детей. За время проведения профилактического мероприятия сотрудникам госавтоинспекции за нарушение правил перевозки детей по части 3 статьи 12.23 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации к ответственности привлечено 18 водителей транспортных средств. С начала текущего года штраф в размере 3000 рублей, предусмотренные санкции данной статьей, вынесен в отношении 1559 водителей. Большое число происшествий с несовершеннолетними регистрируется в летний период, когда родители перевозят детей к местам отдыха и обратно. Поэтому просто необходимо на ответственнее относиться к обеспечению безопасности детей при перевозке в личном транспорте. Ребенка перевозится? Да, в деревню едем. Не пристегнут ремнем безопасность, да? Да, я понял. Кресло мы и оставили тоже. Безнеского удерживающего устройства. Да, она извиняется. Часто перевозите детей? Нет, мы в деревню вообще. Даже если водитель уверен в безопасности своего вождения, на дороге всегда может найтись кто-то невнимательный и безответственный, кто может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Поэтому независимо от расстояния и маршрута движения автомобиля, для ребенка в пути всегда должны быть обеспечены меры безопасности. И, конечно, ответственнее стоит быть не только в случае, если дело касается безопасности детей. Вчера во всем мире отмечался Международный день безопасности на железнодорожных переездах. В связи с этой датой по всей стране сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями железнодорожного сообщества проводили различные акции. Например, раздавали водителям на переездах листовки с правилами безопасности. Еще раз напоминали, как нужно вести себя на железнодорожном переезде. Также для профилактики возможных ДТП и правонарушения на переездах сотрудники госавтоинспекции проводят специальные рейды и проверки и призывают водителей быть аккуратнее и внимательнее. Одно из распространенных нарушений водителями правил при переезде железнодорожных переездов является проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора. В соответствии со статьей 12.10, частью 1 Кодекса административных правонарушений, за данное нарушение водителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей, либо лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев. Железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков дороги, требующих от водителя сосредоточенного внимания и строго соблюдения правил дорожного движения. Уважаемые водители, не выезжайте на переезд, если на светофоре уже появился запрещающий сигнал. Даже если еще открыт шлагбаум, помните, поезд внезапно остановить невозможно. Соблюдать несколько основных правил несложно. Прежде всего, следует не забывать про дистанцию между транспортными средствами. Помните, что в любой момент переезд может быть закрыт, и впереди идущая машина в этом случае резко затормозит. Не ослепляйте светом фар водителей встречных транспортных средств, чтобы они своевременно увидели, если на светофоре перед переездом включатся красные сигналы. При вынужденной остановке на переезде немедленно высадите людей и примите меры для освобождения переезда. Кстати, по данным статистики аварийности, за 4 месяца 2015 года на железнодорожных переездах России произошло 80 ДТП. В них погибли 33 человека и 123 были ранены. Страшные цифры, ведь все эти аварии произошли только из-за невнимательности водителей или грубого нарушения ими правил проезда железнодорожных переездов. На сегодня это все новости. Далее в эфире, как всегда, программа подробностей. На этот раз гостем в студии стал Олег Митин, заместитель министра здравоохранения Рязанской области. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро на Рязанских кабельных. Всего доброго. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова